Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей партии за монголов в Сидмерс Цивилизейшн 5 в игре на шестерых. И если вы не видели первую серию, то немедленно перейдите к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу. Всё-таки интереснее смотреть с самого начала, ну а всем остальным приятного просмотра. Это не вероятно. Не будет так. Я не волнуюсь. Тут парашюты только могут спакать. Да. Австрии или так тоже? Хорошо, если так. Вы видели, какой проход к Австрии? Тут одна клетка прохода через горы. Всё это элементарно также обходится, когда встраиваешься вплотную дорогу и лошадьми выбиваешь эту клетку и проходишь дальше. Если опыт есть, ничего не помешает реализовать. План Капкан. Выставка. Ну у кого какие пожелания, за что мне или против чего голосовать? Против выставки, естественно, там у Гоского молотка. А чудеса у кого? Ну понятно, что чудо есть у Ассирии. Ещё у кого есть чудеса? Так, я, в общем, против чудес проголосую. Явно мало кто будет с ними заниматься, а вы там с выставкой сами разбирайтесь. Разбирайтесь. Ой. Кто-то в бюссель забирает. Я пытаюсь забрать. Думаешь, не надо? По-наму отстал. Да нет, я из-за отсчета, которая рядом. Я тебя не заметил. И плюшка. Продолжение следует... 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 вот сдался тебе этот бешбалык слушай защищай нет не буду бери сжигай и я новый поставлю русский у тебя член нету желания пожертвовать денег на войну с англией только если случайно сколько кого чуть чего ты говоришь есть есть сколько сейчас посчитаю очень много у меня нету так 470 есть у тебя столько не понял отвечает же еврей бешбалык тоже я он даже приближая вижу как ребята обрезание друг дружки делают да ну и чё там у тебя что-то хорошее что-то плюс 20 около около вражеских городов боже ты даже специально для меня религию принял мне там нечего было брать все не упоролся вообще там реально все забрали чем мог поделать и и и Блин, русский. Только я у тебя денег попросил, ты их сразу потратил? Нету, говорит. Норм, норм. Хорош. Нету. Нету. Давай-давай, быстренько-быстренько-быстренько принимай. А, 7, 6, 5, 4. Сейчас подумаю. Боже. Я не знаю, как тебе помощь, не знаю, как ты нашему значению. Как, я буду апать юниты, ну блин. Прямо сейчас. У тебя там медкари и арбалетов? Я в пушках, блин, и арте, ёлки, ну. Не тупи, быстрей давай. Какими арбалеты и медкари вообще, о чём речь? Это далеко, я не знаю. Что? Не знаю, что у вас происходит. Ну вот я тебе объясняю, только что объяснил. Давай, очень-очень деньги нужны. Как ты убила твою арбалет? Манджик. Русский, ну ёлки, ну. Да серьёзно, нет. Сидит над златом, чахнет там такой. Да дай денег ему, русский. Что ты когда? Даже противник просит, дай ему денег. Чем меньше будет затохать. Ты же автократ, тебе не нужны. Ты же баллы играет и гейм. Вторая, второй раз уже. Игоряха, ну блин, сейчас надо апнуть. Сейчас не апну, всё. Ну, сожалею. Ну, ладно. Ну, хоть сожалеет. Я же останавливаю твоего ближайшего соперника. Вообще-то нет, я уже везде третий. Я, честно, не ближайший уже давно. Я по нойке на стене. Ну, от вас трое. Ты, ассирийцы, русский. Чем быстрее... Ну, я вот серьёзно, вы... Я только в гонку ворвусь, если они вот опять за месяц там... А так, если он будет улетать... Я не знаю, чего он автократии взял, сидит на ошибе, улетал в Бублин с такими городами. Мне что-то кажется, что он сейчас приплывёт к тебе, у меня такое ощущение почему-то. Я приплывёт, приплывёт. Никто там не видит города русского, он на море стоит, нет? Я не вижу. Вроде нет, много городов нет, масла нет. Приплывёт, приплывёт, что я могу сказать. Не повезло, не фартануло. Слушай, а если не приплывёт, то не приплывёт, да? По-типу, да. Норм. Тут, конечно. Города очень небольшие все. Странно, да, что он автократию взял. С такими городами и далеко на той части карты, и, кажется, он был улетел просто и все. Тебя, к крепости всеми и остались. Ну да, смешно. То есть это считается, я от каракорума типа отъедал. Странно. Да, видимо, да. Такова механика. Слушай, ну это мой любимый пикинёр. Давай ты Васю не будешь трогать. Я же говорил, здесь был Great Again. Ну вот там те ещё варвары грабили. Ты ж ходил у меня по территории, а сириец, уголь есть? Я тебе дам. Я выйду на свой счёт. Да, ну уж и есть какой-то. Так, ну всё, на рту и будет тут завод уже не поможет. Так что чисто... Да нет, я не прошел, не надо строить и всё. Я понимаю, что я тут... Не, ну если русский автократий взял, то это что-то интересное. Да, возможно, будет. Ну, в том плане, что... Значит, он точно не улетит. Так просто. Значит, у него есть план. Так... Продолжение следует... 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 Да, хорошо стоял. Но гатлингов ему не пережить. Да ладно, ну что за? Обидно, да. Как он там вообще выжил? Молодец, молодец, хороший. Кто-нибудь вообще вонгольские имена знает? А я знаю. Вонгольские имена? Жигидин. Жигидин. Молодец, Жигидин. Мне показывал на самом деле, что его якобы убьет. Ну вот там есть рандом форма. Есть, есть. Даже бездна. Че, выжил, блин. Не, Кэп Ижи, блин. Не, Кэп Ижи, блин. Боже, у тебя еще генералы. Не один. Тут половина твоих, с честью это. Половина это, наверное, мягко сказано. В смысле, половина моих. Ну, даже больше, наверное, чай. Сколько? Три или четыре точно то их генерала. Так что значит четыре моих генерала? Ну, вон они, разбитые, лежат крепости. А, в этом смысле? Да, 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 да. Не про это. Юдаизм. Ну, если я доживу, я проголосую за юдаизм. Я не могу удержаться. Я буду голосовать за юдаизм. Как думаете, по 260 пагоды покупать еще или нет? Это уже дороговато, блин. Хороший пагодой. Я считаю, пагодой в любом случае надо покупать. Это же счастье. Культура. Конечно, культура, счастье. Топовое знание практически. Просто две пагоды купить, это как одного ученого или инженера. Не понимаю. А, я убил. А, ясно. Блин, я думаю, куда делся этот? И поспасаем. Так, ну тут уже все, скорее всего. Там ГГшка уже с горятином ко мне пришла. Сволочь такая. Так, давайте начинать здание продавать. Что я могу сказать? Любая другая нация уже давным-давно попала. Че? Да, кроме арабов там. Не, кишик тенны, да, это что-то такое. Ну, арабы, понятно, почти. Но у арабов еще круче юнит, по моему мнению. Арабов, да, еще круче. Джок. Кусак. Ну, честно говоря, я думал, вот почему-то мне казалось, что примерно будет наравне с твоими вот этими. Но ты как-то странно, может, ты не засвечивал юниты мне или что-то. То есть, по идее, те же... А тут территория, вот видишь, вот эти два холма возле Каракорума. Я не могу, например, стрелять, вот где конь стоит, нам если будет стоять этот мой... Так, а почему тут Каракорум? Ты как-то бешбалык очень долго теребойка. А там то же самое. Чтобы засветить его, только нужно, чтобы вплотную на выстрел города подходил. По-другому никак. Почему? Он где больше не светился. Почему на выстрел? А где? Покажи, где он светился. Ну, вот выше пшеницы, например. Так ты стреляешь городом, я понимаю. Ну, так городом обстреляешь. Ну, вот смотри. У тебя там стоит, например, ты можешь поставить раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, сейфово шесть своих этих. Подходишь одним, быстро обстреливаешь город и отходишь одним юнитом. Ну, ты просто столько... Ты вот именно своих... Если я не могу пострелять и отойти, ты путаешь меня с каким-то другим, может быть, с нацией. У меня не отходят после стрельбы. Так у тебя... Нет, отойти юнитом, которым ты засвечиваешь... Ты подходишь юнитом, по которому стреляет город? А, так я так и делал. Ну, как ты так делал? Я понял, ты про коня там говоришь. Как ты так делал? Ты очень долго бешбалык теребонькал. Я его изначально ничего не хотел брать. Я думал сначала на каракорум. Потом я уже понял, что все, каракорум бьется, надо падать, убивать бешбалык, потому что тут тоже какие-то никакие, но юниты выходят. Он тоже мешал. Потом я на него всякие силы кинул, ты мне почти всех ёминов убил. У меня там в один момент времени армию... Так вот в этом и дело, что я типа почему-то убил всех ёминов. Я думал, то есть идея ёманов в чем? Что к ним не будут подходить юниты, они издалека, настолько сильно издалека стреляют, что к ним никто не подходит. То есть я думал, ты будешь просто убивая. Да, я отхожу. Но мне же приходится подходить ближе к ёминам. У тебя впереди какие-то должны были юниты другие стоять. Ну мне, вот в моём представлении так было бы. Я не знаю, может действительно кешики намного сильнее. Так ты бы туда коней стрелял, но, блин, ты бы коней тогда стрелял. Это разница. Шила намыл, его постоянно, ну менялось бы всё это. Да, я бы стрелял коней, но у тебя при этом ёманы бы обстреливали... Что-то у меня на территории. Ну мне так казалось. Наверное, кешики всё-таки сильнее. Я не мог тебе никак стрелять. У столицы одна клетка, две клетки простреливаются, и опять-таки они простреливаются. Да, столица, нет, со столицей я согласен. Но бешбалык надо было вообще брать очень быстро. Так почему ты не хотел бешбалык брать, я не понимаю. Берёшь бешбалык, а оттуда идёшь такой волной. Потому что у тебя два города, ты между двумя городами лезешь такой. Я с двух городов могу что-то тебе делать. Ну да, да. И чайники такие остались в тылу. У тебя бешбалык тупо в тылу такой стоит. Там русские втихую уже армию строчат дальше. Входу пойдёт сейчас на... Втихую, он взял автократию. Это не втихую. Втихую, да. Да, автократию... Нет, ну вы много видели, чтобы на автократию именно ещё на этих... На рте там были играли. Обычно на самолётах там. Какая разница. И вон я с Виталием Кнушем играл. Он за Россию накопил кучу бабла. Настроил кучу кавалерии. Уже на кавалерии он её кучу настроил. А потом быстро вышел в танки. И просто этим кучей бабла эту кучу кавалерии апнул в танки и пошёл. Ой, блин, мисклик. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пройдут не пройдут... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И ты в Хараре строишь торговые посты? Ты не считаешь, что у тебя Харар должен расти? Время сейчас такое, деньги нужно... Ну, это... Вот это в корне неверно просто. Это торговые посты вот на... Как это, наверное, равнины и на лугах строят, когда волю играют. Там нужны деньги действительно. Ты играешь в традицию, у тебя три города, Харар должен расти. Эти 11 жителей сейчас, это, ну... Очень мало. Ну... Каракорум, к сожалению, берется уже. Ну, я буду до конца сражаться. Все, ты мне, если что, деньги дашь на... Что, ну тебя собирается Димаши идти? Ну, да, ну, уже казаков тут перестают, сейчас идёт. Это русский на тебя и пойдёт? Ну, там, конечно, если что. Я могу сказать, что русский его убьёт, а не пойдёт на него, потому что я вижу его армию, я вижу, что строится у Осирица, и вот тот проход, якобы не проходимый в одну клетку, он просто будет разлетиться в щепки. А штурмовая пехота, это в заменяемых частях или в пластике? Штурмовая пехота... Это в кассе второй, первый там, да? Да. Лечился. Штурмовая пехота... О, слушай, ассириец начал войну. Второй дел, юниты подходящие. Я так думаю. Так, смотрите, англичанин второй принял идеологию. Ну, так и я про то же, ты понимаешь, вот о чём я как бы и говорил, что я воюю всю игру, я второй принимаю идеологию. Не знаю, что там Осирица? Так, у меня угля не было. А, у Осирицы, да, угля не было, точно. Там ГГшку можно было купить, понимаешь, у тебя же денег не было на ГГшку, у ГГшек было полно угля. У меня вот две ГГшки в союзе, я убью... Так, у меня не было смысл сила. Магадиша обрабатывал уголь, я ждал, пока он просто обработает и всё. Ясно. Я, например, тоже уголь до сих пор свой не обработал, я построил фабрики от ГГ. Я, например, тоже не обработал. У меня в этой игре прикалывает ещё опши. Как-то так, Эфиоп, странно... Тебе ж никто не мешал вроде. Вроде ж всё нормально у тебя должно быть. Нет? Да, ну, там хера пропала. Поэтому он не соглашался забрать себе Турфан. Я считаю, что, ну, правильным было решение ему не говорить, там, вот я ему предложил, он просто промолчал, привёл бы 4-5 арбалетов, я вот рассказывал, и просто бы забрал бы Турфан, когда я половину ХП ему сносил. То есть ты считаешь, что Эфиоп бы забрал Турфан? Так я бы пол-ХП ему когда оставил, конечно, он мог забрать. Так у меня всё равно были эти, как его, кешики, я бы отбивался. Я бы здесь тебя давил, понимаешь? И всё, ГГ, ВП. У тебя просто слишком мало. Нет, Эфиоп сидел в развитии и играл. То есть если бы, наверное, если бы он начал строить армию, действительно бы собрался, там что-то пришло. Но Эфиоп играл в развитии. Нет, подожди, подожди. Так вот он играл в развитии. Так где это развитие? Вот у меня вопрос. Ну, да. Нет, я считаю, что семеро болельщиков не помешало бы его развитию и прочей херне. Построить семеро балетов, реально. Развитие и прочая херня. Назови это видео так. Да, развитие и прочая херня. 147 ходов. Русский чё, молодец. Он забрал одного соседа. Должен тебе догнать себя, да. Что? Не собрал шанс догнать. Да нет. Он не так долго воевал, как мы здесь. Удачи, каракорум, взят уже, да? Я посмотрю. И так, и так, красный. Так, каракорум уже забрали. Ну, тарфан, да, сейчас? Ничего себе, барьерный риф тут. А ты видел барьерный риф? Ну, как это-то маршрут. Ну, не знаю, посмотрю, сейчас легион возьму. Дальше будем забывать. Барьерный риф. Барьерный риф. Барьерный риф. Захожу, нам время есть? Полтайм, полторы минуты. Должен успеть, если карта быстро прогрузится. Раз, два, три. Раз, два, три. Я уже удалил этим ходом здание. Я уже думал, что она вредила. Я уже удалил этим ходом. Кишиктены нанесли урон 10 гатлинга. Представляю, сидят чуваки за пулеметом Максим, подают ленту патронов и тут выбегают коники с арбалетами, с луками. И, не знаю, там, ну, ранят в руку или как, такой, в плечо. И такой, ааа, блин. И выпадает пулеметная лента из рук. Да больно так-то. Ну, конечно, больно. Ну, как этот же фильм «Последний самураи» с Томом Крузом. Там же с гатлингов расстреливали. Я бы тебе не рекомендовал фильмы с Томом Крузом использовать в качестве исторического документа. Нет, ну, факт был, то, что самураев ликвидировали, был. Но в этом не участвовал Том Круз. Ну, это понятно. Я же говорю про фильмы. Ну, не таким же образом. Ну, вот, слушай, ну, вот, понимаешь, в фильмах показывают, чтобы красиво было. Вот присядь себя на месте самурая. Придумали новое оружие. Ты же не идиот, чтобы бежать на новое оружие, типа. Это понятно, там, чтобы придать драматизм, моменты и прочее. Как и обещал, я за иудаизм. Я не могу себя контролировать. Я за иудаизм голосую. Я за иудаизм голосую. даже конь с пулемета получил успели парни зарядить красивая демография я на первом месте обратите внимание кстати но вы действительно соседи россии что-то там думают вообще что-то делать как война нормально это кто сказал нормально но у него тут уже их металл 80-го у меня там один пикини он казаками что могу легко долбиться казаками долбиться нет ли здесь пропаганды гомосексуализма и 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 Смех, смехом, ну вот, опа, 16, так раз, раз, и гатлинг упадет. Ну, вообще, да. Ну, да, вот и минус гатлинг, действительно. Вот и упал. А сколько у гатлингов? Тридцать четыре? Тридцать два? Сколько защита у него? Больше, взгляну. Тридцать, тридцать вообще, тридцать. Ну, а так как кишиктенов 16, получается разница по-хорошему где-то только в полтора раза. А так как он издалека атакует, так гатлинги оказываются не так уж и круты против кишиктенов. Ну, если их много, кишик там, да? Ну, как много? У меня их четыре. Это много? Там город нанес. Хоть я вам город другого стрельника. Я селюсь, у тебя там все плохо, да? Да нет, он убивает. Ой, иудаизм прошел. Ну что? Я просто смотрю то, что там, глядя, вы скажи спасибо. Самики и варимачи. Мне еще повезло в плане религии, что как-то вот никого нет религиозных у этих ребят, которые первые взяли. Потому что я спокойненько так в своих городах имею. Не. Что не понял по поводу? Повезло, что нет соседей религиозных. А, ну да. Они не давят на меня и как бы мне хорошо. Ну, вообще странно, почему вот Эфиоп на меня не давит. Эфиоп вообще ни одного города не обратил. Он мне не первый взял, если не ошиблась. Второй взял. У него религии должно быть немерено. Третья. 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 еще один гатлинг что-то не как-то разваливаются частом кавалеристе в спины заходит поговорить все он и все джазин даже стрелков ну видишь они еще без прокачек все штуки шиктены не до казарма было поэтому довольно-таки мощный еще бишь так у меня и жилья и без продачки вроде бы вот тем как прокачка вот тем которыми стрел по стрелку это без к прокачке это только один собственно не 22 с прокачкой но не на атаку прокачки меду на дэв ничего такого нет поэтому легко пробивается это кошка горится и страшный эфиопа ты не думал там армию построить еще что-то 2 2 парни но арта смысл тебя карта что за счет смысле кавалериста он идет в ногу с технологиями со всеми мне к сожалению не повезло с с роскошью у меня было мало счастья у меня только два ресурса было и все и конечно поэтому у тебя там морские караваны веселом больше вырос но у меня на полю у меня просто вот ступор по жителям был столько не конечно супер мне кстати тоже что александр до коней мне отсыпалось щедро я согласен от никаких команд не бывает точно ну я и спросил а слушай таки мне было показано что я тебе убил этого гатлинга а у меня даже стрелять не может почему-то видимо еще один час будет я не может стрелять у него нет а по почему-то какая-то такая типа честно он у тебя остался но стрелять не может типа такого в итоге вышло продать больше нечего что-то мы сидеть смотри дела не очень чара бог везде и сейчас почти не осталось не все ли не хватает и а а вот и и взять вход в 2 а договор закончится с очень не скоро но я не знаю нужен ли он ему вообще тоже его училась пошла еще побевел войну россии так он нам нужен или нет казалось что же думала да блин что ты делаешь я ошибся чуть-чуть боже ты не заберешь еще скажи уже нет убили за рука так и сижу смотрю у меня уже ноль хп на городе и 2 юнитах хлобысь хлобысь защиты много я так понимаю ты хорошо играешь в развитии но в войну как я не очень но в этой игре к минимуму точно не пошла война не ну почему не очень я же в прошлой игре вон я не знаю но ты как-то тут как-то ты ну постоянно какие-то странные вещи делаешь но то что сейчас в конце это стратегический план такой развеселить соперников даже по не расслабились не на зачем не тянет и будет часть деньги есть а поте их не хочу лука и шофер подогнать хитро хитро так и в жизни знаете там конь устаревший отряд такие ребята это смертельная операция но вы должны выполнить такие все преисполненные патриотизма отправляются куда-нибудь ну там предположим в сирию и дохнут там все и там где-нибудь штабе ну этот отряд был не очень нам нужен мы не хотели его повышать тратить деньги на его модернизацию к сожалению слушать у меня горячий клавиш не работает только сейчас они типа его 9 модернизация это словаре коровки то ничего тебе полезно 152 кармин его жернюга сидит то англичане на ты по демографии на втором или на третьем месте мы не по науке точно а по идее про я уже с тобой рядом парами или почему по идее и производством производстве эти а по идее еще он технологии все в кредит братишка все для тебя это просто бизнес не все я закончил игру все спасибо за игру всем пока ну давайте обсудим закончившуюся игру сожалению опять получилось что это скорее не ффа а дуэль то есть монголия против англии какие у меня были варианты были ли варианты как-то играть по-другому как видите на карте получается что англия опять же обособлено и только я его сосед места у него классные он единственный на море находится то есть никто не мог к нему например приплыть по морю пока я на него нападаю по суше и ему никому никому кстати не надо было плыть еще мог сосредоточиться спокойно на наземные операции и вот его рассказы о том что мы могли жить в мире это конечно все не так так как игроки все в этой партии сильные то все понимают развитие и в данном случае у англичанина было очень хорошее развитие как и в прошлой игре си против сиама где у меня было где я играл за сиам против ацтеков тут понятно что как только англия разовьется лучше меня он вполне спокойно может меня забирать без всякого противодействия если у меня еще с другой стороны был эфиоп и мне приходилось с ним договариваться но хотя бы в начале игры договариваться потому что англичанин его все смущал тем что к нему придут кешики нападать на монголию то англичанин никаких противовесов не было абсолютно и самая ранняя война с ним это было по моему это было правильное решение то есть он чуть позже вышел своих длиннолуков хотя все равно примерно на том же в то же время даже раньше чем я в кешики вышел я его развитие затормозил в итоге вот эта война на нее плохо сказалось о нем да кстати в игре в итоге победила россия всегда побеждает россия за россию и то есть это дуэль плохо сказалось и на нем и на мне как можно было в моем представлении оставить нас обоих в игре мне кажется вот повоевать на наших основных юнитах тем более что англичанин больше меня ослабил чем я его и на этом как-то заключить какое-то перемирие и вместе пытаться там бороться против лидера потому что к тому моменту россия уже захватила австрию но англичанин решил что я ему буду все-таки под боком слишком большой занозой не буду говорить занозой в плече и надо было меня выносить других вариантов этот просто не вижу возможно мне стоило начинать игру через волю но опять же очень очень сложный проход к английским городам это не то же самое что я тогда против ацтеков играл и тем более через волю играть по моему тут не очень много места было для этого то есть мне бы пришлось на брюссель внизу в любом случае захватывать а и панаму сверху а панаму уже через горы и панаму вот как и в партии было англичанин очень долго отбивал обратно мне было бы очень тяжело тем более что и через волю если бы я пошел то англичанина был бы еще один аргумент в пользу того же пытаюсь всех захватить он бы скорее всего сагитировал эфиопа на меня напасть другой стороны еще до всяких кешек поэтому все таки мне кажется что традиция здесь была правильным вариантом другое дело что место не очень мне досталось для развития мало было ресурсов роскоши мало места было и у англичанина в этом плане было все намного лучше но тем не менее им трите мог и отбиваться можно дольше в развитии тут поиграть не получилось вообще ни в каком месте ну и к сожалению вот такая дуэль в итоге которая не позволила ни мне ни англичанину как-то претендовать на победу в этой партии пока мы играли дуэль и русские по одному всех захватил на другой половине карты вот сейчас увидите все графики карту развития может видеть что у кого и как было ну а на этом все играйте в умные игры всем пока спасибо что застряли до конца я лёша халецкий тос сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы царили до конца видим она вам понравилась я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры